Всем привет, мои дорогие! С вами снова Таурус2190 со своим летсплеем по Самурай Пицца Кэтс. Я продолжаю сразу же после того, как закончил первую часть, потому что мне как-то понравилась эта игра. И настроение хорошее. Почему-то сегодня я очень заинтересовался игрушками. Я имею ввиду... Азарта, бля, какой-то появился. То есть я даже скачал журнал Игромания и почитал его, что я не делал уже несколько лет. Круто на самом деле. Компьютерные игрушки, наверное, можно сделать моим основным хобби. Посмотрим. О чем я что-то вообще начал-то говорить? Я просто сонный. Все выше и выше, раунд 3. И этот лис. Вот этот кадр у меня с детства. Картинка осталась. Генареса и Карамари уже отправлены на башню Высокоряй, как мы и планировали. А, это вопрос. Пояснение. Телебашня Высокоряй это здание, которое транслирует телевидение по всему Эдорополю. Почти как в книге, да? Да, господин Конус, мы захватим башню Высокосия. Я не могу это произнести. И тогда она будет вещать только ваш канал. Ой, как это мило, девочка. О, господин Конус такой лапочкой, он должен стать Сёгоном. Не знаю, кто такой Сёгон. Довольный. Все скажут так, когда мы это сделаем. Да, Генареса. Гена. Какой коварный план мы придумали. Да что вы, без вас, господин Конус, этот план был бы невозможен. Ха-ха, начинает жопу подлизывать ему. Извините за грубость. Хо-хо-хо. И это Пёс, пожалуй, наш друг. Беда. Нужно скорее оповестить ниндзя Мурлык. Уникальный случай, когда злейшие враги объединяются перед угрозой третьего врага. Кошки с собаками теперь дружат. Пожалуй, раз мы поиграли за Ятара из касси, хотя вы видели не все их оружие, но увидите дальше. Будем походить по порядку их выбирать. Пулун. Девочка. Очень милашка такая, да? Киска. Ага. Так, так, так. Посмотрите, как она мило дерет врагов своими коготочками, правда? И посмотрите, какой у нее милый сюрикен. Она выпускает сердечко. Ха-ха-ха. Это так мило, розовые котики. Ха-ха. Ааа. Так. А вот ее второе оружие, давайте сразу покажем. Она выпускает бумеранг, который весьма приколен, потому что он как бумеранг... Так, столько немножко не попадаю. Что, в принципе, не есть хорошо. Он как бумеранг Катмена из Мегамена. Может поранить врага несколько раз за время своего путешествия. Конечно, мы сейчас не слишком удачным образом его запустили. Хомячки, иметь что-то, я не знаю. Как-то с ними не дружу. Да, вот эти друзья, мне тоже они очень нравятся. Они запускают нас молнии. Конечно, не очень точно от них легко вернуться. Но, тем не менее, это немножко проблемно. А я не буду на вас тратить свое время и энергию. Давай, молния. Ай, молния нас обгоняет. Ха-ха. Так, мне больше... А, ну все правильно. Сила. Отлично, у нас снова сила. Так, давайте пока переключимся на какого-то другого кота, чтобы покажу вам вторую силу его. Давайте сразу покажем. У вот этого кота, который самый сильный, он выпускает три таких снаряда звездочки по площади. Етол делает вот такую вот штуку. То есть тоже полезно, если на линии какие-то враги есть. Пожалуй, может круто их убить. Готан, который копает. У него слишком банальное, пожалуй, второе оружие. Практически как Сюрикен, но наносит, конечно, побольше урона. Такая метательная себе тарелка. А Неки, который плавает, тоже пускает тройной залп. Такой похожий на залп Рикос... Рик... Киносина. Блин, я не могу эти японские имена. Ладно, возвращаемся. Пошли. Так. Враги, конечно, очень довольно несложные в этой игре. Так. О, исчезающие платформы. Такое мы помним во многих NES-овских игрушках. Очень интересная игра вообще на самом деле. Пускай она и неизвестна. Жаль мне, что, конечно, этот мультсериал остался неизвестный. Как я говорил, эта игра снята по мультсериалу. Ну, то есть, практически та же самая история, что с Чип и Дейлом. Но Чип и Дейл мы все знаем, а об этом не знает практически, наверное, никто. Так, берем. Налево нельзя пойти. Да, этот уровень, пожалуй, не столь нелинейный, как предыдущие. Подумать столько. Как бы нам на туда добраться? Так. Это мы... А что мы сейчас взяли? Я не совсем понял. Ладно. Конечно, мы берем Етола, который... Так, ребята, паузу мне звонят. Так, извиняюсь за паузу. Мы продолжаем наше путешествие. Полетели, мой дорогой. Отлично. Переключаемся снова на нашу миленькую девочку. За нее же так классно играть. Так, 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 так. Ага. Хорошо. Раз ты так настаиваешь, мы пустим тебя в бумеранг. Значит, куда нам идти? Направо. Куда показываются стрелочки. То есть, собственно, нам намекают, что нужно идти туда. Но мы идем против всех правил, против законов. Мы пойдем поверху. Так. Ага. А вот для кого следующая работа. Готан, вперед! Берем сердечко. Так, так, так. Надо уворачиваться аккуратно. Мы не должны попасться под это. Ну, видите, пока все довольно-таки просто. Когда я играл вчера, делал пробную попытку. Я прошел 8 уровней. Не знаю, сколько их всего. Так. Ну, теперь у нас выбора нет. Надо идти туда. В общем, я ни разу не умер. Нет, я умер все-таки. Да, один раз я умер, потому что там проблемная одна стадия была. Так, а вот тут надо быть аккуратным. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Потому что, мне кажется, если мы упадем, то мы все жизни наши потратим. Тут уж такие же законы, как и в Контре. И в Мегомене. Никак оттуда не уйдешь отсюда. Так. Стоп! Ух ты! Как-то я, блин, забыл про это. Вот так вот сделаем. Отлично. Я показал бы все силы третьи у всех котов. Но, конечно, они потратят много энергии нашей силы. А ведь мы уже дошли до босса. Кстати, надо было, наверное, все-таки пойти по тем стрелочкам. Ну, ладно. Истори нет примера, когда зло не пыталось бы процветать. С честным сердцем мы наведем порядок. Тензла затмевает землю, но она не затмит наши лица. Какие пафосные коты, а? Моя шамиленькая Пула Лупун. Даже если тьма придет, прогоним ее своей любовью. Вот такая у нас девочка. Мы борцы справедливости и победы. Секретный отряд ниндзя Мурлык. Замечательно. Так. Вот кто у нас тут. Злой кот. Ой. Свинья. Кстати, вот этого тоже я помню, этого босса. Тут многие боссы, когда их бьешь, они от тебя отталкиваются. Так, аккуратно. О, вот это я, конечно, зря сделал, наверное. Хотя, почему зря? Просто мы очень быстро так убьем нашего босса. Вы же, наверное, хотите долгую битву посмотреть. Нафига вам долгая битва? Берем и убиваем нашей любовью. Этого Свинтуса. Вот таким образом мы с вами прошли третий уровень. Флоулесс Виктори. Как говорят. Вы опять проиграли этим кошкам. Ненавижу, ненавижу. Короче, очень нервный у нас лис попался под именем Конус. Господин Конус, не надо. Боже, мне так жалко этого ворона. Его постоянно достается. Он же не виноват. Это вы слишком крутые. Ох, ох, ох. Опять мне досталось. Бедняга, бедняга. Мне тебя жаль, искренне. Да, теперь остался четвертурень. Ничего мы не можем выбирать. Насколько я знаю, мультсериал тоже веселый. Довольно-таки с юмором. Принцесса Усака и Большой Переполох. Это проблема, что принцесса Усака. Как же мне скучно, говорит принцесса Усака. Сбегу-ка я из дворца и пойду где-нибудь погуляю. Классический случай. Избаловная принцесса. Вот весело-то будет. Ты так думаешь? Мне кажется, что с тобой случится что-то плохое. Не знаю, это предчувствие. Хе-хе-хе. Говорит молодой ворон из клана Каркар. А вот и наш оконфуженный код. Что, принцесса Усака потерялась? Ну, кто бы сомневался. Код пожарный. Собака пожарный. Почему мне это кажется? Так точно она сбежала из дворца и, кажется, справилась на гору Тенгу. Я как раз слышал, что на этой горе находится убежище клана Каркар. Ну, только подумайте, что может случиться с принцессой. Ну, дура. Ну, блин. Зачем она туда пошла? Наш код злой. Какой ужас. Скорей на гору Тенгу. Что ж, отправляемся на гору Тенгу. И, пожалуй, Ятара, раз ты больше всего переживал за принцессу, тебя выберем. С другой стороны, в любом случае на тебя выбирать, потому что ты идешь у нас по порядку. Ага. Четвертый уровень на фоне леса. Кстати, еще, я думаю, стоит сказать про графику. Для NES, по-моему, она довольно-таки неплохая. Не скажу, что супер. Есть игрушки с более приятной графикой. Но, думаю, и так неплохо. Враги у нас действительно легкие. И игра легкая. В принципе, наверное, она предназначена для детей. Но, возможно, будет приятно вам для просмотра. Мне уж точно приятно в нее играть, потому что, ну, блин, ну, прикиньте, ребят. Я думаю, у всех такое было, что какие-то есть появились воспоминания из 4-5 лет. И тупо идут какими-то кадрами. Кажется, что это из какой-то прошлой жизни. Настолько это было давно. Так. Толстяк, который превращается в торнадо. Надо его бить. И добиваем. Комбо-брейк. Так. Что делать? Что делать? А, я знаю, что делать. Пришло твое время, Рик Кеносин. Я выбираю тебя. Люблю, когда в играх есть возможность выбирать. Еще я вспомнил одну игру из моего детства. Кажется, Adventure Island 3. Там можно было кататься на разных динозаврах. Вот тоже выбор, собственно. Вот этим меня очень цепляют игрушки, на самом деле. Классно. Довольно-таки интересно. Так. Я показывал, да, что у этого кота за способность. А, нет. В общем, у нашего Ятара такая же вторая способность, как и у Рики Носина и у Неки, если не ошибаюсь. Так. Но, возможно, насильнее. Блин, я не могу. Надо же как-то попасть по нему. Отлично. Отлично. Если вы будете в это играть, не берегите сильно силу, потому что... Думаю, бонусов еще будет предостаточно. Так, 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 яйцо. Ух ты, а я и того догнал каким-то образом. Ну вот, сейчас убьем. Нет, а то, что мы другое взяли. Это я не пойму, что мы берем, если честно. Ну ладно. Ух ты, осьминожка спустился. Водопадик такой себе. Нет, симпатична, в принципе, сделана игра. Я уже, я же говорю, давно привык к графике Нессовской. Да, в принципе, не отвыкал. Я не брезгую. Вот. В общем, не знаю, каким-то образом... Ага! Нет, вот самый сложный враг, который нам предстоит на ближайшем этапе, потому что он... Пускает... Моет голову, пускает мыльные пузыри. Девочек нехорошо бить, но с ней надо было что-то сделать. Так, можно подняться наверх, но я предпочту пойти налево. Налево ходят только левые люди, но я не левый человек. Ага, ну мы просто переключили, собственно, оружие на самое сильное, но у нас нет силы. Вот в чем проблема. Девочка сейчас отреспаунится. Да. Извини, моя дорогая, но ты в нас кидаешь коктейль молотого зеленого цвета. И с тобой надо было что-то делать, это... Ммм... Не моя вина. Посмотрите, какой красивый закат. Или рассвет. Хорошая игра. Да, есть приятные мне моменты. Да, достаточно, кстати, оригинальная игра, хочу сказать. Явно низ. Нельзя ее назвать плохого качества. Ага, мы снова переключились на наше хреновое оружие. Сюрикен. Ну, ничего страшного. Будем как настоящий самураи валить всех звездочками. Так, а я, пожалуй, хочу все-таки убить вас. Комбо-брейк. Ха-ха. И тебя убьем. Ты же тоже ворон, ты прислужник Каркара. Ага. Это мы, пожалуй, уже поднялись на гору, да? Ух ты, сколько воинов Каркара. Нет, знаете, все-таки берегите бонусы. Силу. Мяу, мяу-ха-ха, мяу-ха-ха. Что это, кошки? Отличное приветствие. Ты обвиняешься в похищении принцессы Усака и множестве других преступлений. Кстати, вот такие мини-заставки мне достаточно нравятся. И будешь наказан. И с детства такие кадры, воспоминания, что так сердце аж трепещет мое. Ух ты, кто это такой? Похоже на какую-то петуха. Извини меня, если ты не петух. Ага. Ну, нам надо просто его убить, уворачиваться от него и от этих штук. Но у нас и жизни много, собственно. И увернуться не так и трудно. Похоже на боссы с Чип и Дейла по своей сложности. Так, это, нет, это скорее пугало какое-то. Ожившее пугало, пожалуй. Ну, давай. Сколько тебе бить еще? А, сюрикен, хватит сил запустить. Есть. Вот, можно так в одной конце экрана стоять и просто загонять его в другой конец угла сюрикеном. Итак, мы победили. Slowless victory. Как говорит, не знаю, шансунг или не знаю кто. О, дурашки ниндзя. Да ты дурая. Принцесса устала играть. Несите меня во дворец на спине. Боже мой. Нет. Оседлала. Ой-ой-ой. Что ж, хорошо, что принцесса жива и здорова. Да ты вообще не помогал. Да, давайте поскорее вернем ее во дворец. Наша любвеобильная кушечка говорит. Итак, мы побежали. Принцесса и сама рада, что ее благополучно спасли. Да, конечно, ей бы не быть рада. Секретный отряд ниндзя Мурлык. Вперед. А где же Ятара? Кажется, она весит намного больше, чем можно было предположить. Эй-ей, не оставляйте меня с ней. Не, забавно, кстати. Очень неплохой сюжет. Кстати, мультсериал анимешный. Да. Многим, может, это не понравится. И, собственно, игра тоже в таком стиле. Видите, у всех эмоции такие типичные анимешные. И глаза большие. Сейчас проверим, сколько у нас по времени. И, возможно, пройдем еще один этап. Да, пока все заняло около 15 минут. Поэтому мы можем успеть пройти еще один уровень. Теперь можно снова выбирать пятый, шестой или седьмой. Но, конечно, будем проходить по порядку. Почему бы нет? Почему бы нет? Так, и я так понял. Все действие происходит в Литл Токио. Не помню, как называется. Это в русском переводе назвали, но... Ладно. Раунд пять. Золотая лихорадка. И Лис тут. Ятара задержался у Амитянца до самой ночи. Ага. Вон оно как. А. Кто это? Советник Конус? А что она тут делает? Как бы чего не задумал. Надо за ним проследить. Как бы чего не вышло, как говорится. Я буду скоро стегуном. Вот это да. Вот слышите эту музыку? Секретное оружие доделаем, когда... Никто не помешает нам. Тогда мир этот покорить... А, это они поют. О, да. Я не знаю. Надо подпевать как-то под мелодию. Вот здорово. Когда мы доделаем наше супероружие, Эдарополь станет моим. В общем, эта мелодия и еще одно воспоминание из детства, которое греет душу. Для этого нам необходимо золото, которое, по слухам, зарыто в пещере Котэмен. Котэмен это новый босс из Мегамена. Его обязательно нужно найти и потратить на сооружение. Угу. А, наш кот до сих пор в гневе. Супероружие. Хоть все и не понятно до конца, но я не позволю им сделать то, что они задумали. А может, они ничего плохого не задумали. Ну ладно. Ниндзя Мурлыки, вперед. Вперед, Ятаро. На самом деле, Ятара тоже захотел найти это золото. Ха-ха-ха. Вот оно как. Я так и знал. На самом деле, я так и знал сначала. Этот кот не бывает настолько добрых, благородных котов и людей. Поэтому у каждого есть свои цели. Скасси. Ты не настолько меркантильный и жадный, алчный. Поэтому я выберу тебя. Ну и, собственно, ты походишь как второй персонаж по порядку. Кстати, вот тоже интересно в графике сделана стадия. На фоне летают тучи. Луна. Точнее, месяц. И статичная картинка гор на фоне, а на переднем флане движущийся, типа, лес. Хотя, такое ощущение, как будто я комментирую вам это все из 80-х годов. И типа, хвастаюсь, какая графика здесь классная. Конечно же, если вы привыкли к новым игрушкам, вас здесь ничего, возможно, не порадует в графическом плане. Но меня все устраивает. Мне, наоборот, даже интересно, как менялась графика. Кстати, если мы нажмем на быстрый бег, у всех наших котов откуда-то появляется юбка. Ну, наверное, это они так бегут, на самом деле, быстро. Типа, и так ноги быстро перемещаются. Так, пружинные, не знаю, головастики. Улитка. Улитка, улитка, улитка. Валим вас зонтиком. Или вот таким вот зонтиком. Вот, кстати, второе оружие у нашего скасси. Я вам еще покажу, потому что оно практически вечно. Он пускает зонтик, как бумеранг. Он хоть к нему возвращается, но от него можно увернуться, и он будет долго следовать за ним. Так, пожалуй, я туда не хочу. А вот наверх я бы поднялся. Так. Вот он. Так. Надо сделать так, чтобы остался пол, на который мог бы облокотиться. Типа, на котором мог бы стоять реки Носин, который поможет нам разбить эти камни. Скасси, давай, спускайся вниз. Я ничего не пропустил. По-моему, можно было в какое-то другое место пойти, но... Думаю, ничего бы мы там толком не потеряли. Но пока пойдем влево, пожалуй. Не знаю, почему выбрал именно это направление. Так. Девочки. Ты снова тут. Я же тебя убил. Или ты ее подруга, сестра. Не знаю. Так. Лава. Пожалуй, мы в каком-то подземелье, да? Вот, посмотрите, как много всего. Ух ты. Если там тут такой сложный враг, наверное, там что-то серьезное. Надо это взять. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Еще один. Ё-моё, что там? Всего жизнь. Да я, блин, сейчас потрачу сразу же эту жизнь. Ай-ай-ай. Так, так, так. Аккуратно, аккуратно. Надо не получить ранений. Это наш ачивмент будет такой. Отлично. Отлично получилось. Так, а если мы поднимемся наверх, то мы возвратим... Не знаю, где мы. Пожалуй, наверное, мы сейчас возвратились в самое начало, да? Блин, я реально потерялся, блин. Не такие маленькие эти уровни, скажу я вам. Ха-ха-ха. Круто, правда? Да, не такие маленькие уровни. Так, а если вверх подняться? О, вот этого я не люблю, типа. Вот этого я, типа, очень не люблю. Его надо несколько раз бить и... Пузыри самонаводящиеся. О, а мы пришли к боссу. Вот так вот. Что? Огромная золотая рыбка. Ха-ха-ха. Губы у нее, конечно. Это что, шутка? Вы столько сил потратили на поиски. Ха-ха-ха. Жесть. Здесь не золото, а какая-то золотая рыбина. Ха-ха-ха. Рыбина. Мяу-ха-ха-ха-ха. Вы вот болваны. Молчать. Суперконус номер восемь в атаку. Кстати. Теперь мы, по идее, будем бороться с самим Лисом. С тем главным боссом. Ну, конечно, он еще не главный босс, потому что нам еще долго проходить. Но почему-то именно битва с этим боссом запомнилась мне больше всего из детства. У меня какие-то обрывочные воспоминания были. Конечно, чувства вообще несравнимые. То есть, они повторяются из детства, когда я вспоминаю все эти кадры. Это что-то неповторимое. Так. Этот босс, кстати, посложнее, чем все прошедшие боссы. Он кидает в нас какие-то подобия карт. И еще ссыпаются на нас колья какие-то. Так. Все. Надо быть аккуратным, потому что на жизни нет. Не так и много. Так. Уворачиваемся. Видите? Два раза я не понимаю, успеваю ударить или нет. Мне вообще не попал. Блин. У меня нету силы больше. Так. Так. Надо его убить, потому что что-то у нас как-то уже не очень хорошо все получается. Хорошо. Не, нормально. Главное стараться. Итак, мы убили злого конуса. Отлично. Улетает. Хм, не-е-е-е-е-ет. Да, да, да. Конус взорвался два раза. А что два раза? Что в нем было такого? Чистая победа. Говорит наши друзья. Переполох с золотом закончился тем, что никто ничего не нашел. Печальная история, правда. Но конус даже этот урок не запомнил. Потому что он умер, он не успел запомнить. Секретный отряд ниндзя Мурлык. Вперед. Веди нас, Ятара. Милая игрушка, на самом деле. Так, настолько родная и милая. А золота не будет. Хе-хе-хе. Ятара наивный. А борда такая, блин, хитрая. Да, мне нравится юмор в этой игре. Наверное, как-то надо будет мультсериал посмотреть. А, в принципе, и мультики иногда смотрю. Как-то не знаю, когда не хочется грузить чей-то свой мозг чем-то. Ложусь перед сном, включаю. Вот. А сейчас я, пожалуй, буду ложиться спать, блин. Потому что я не спал сутки. Уже клонит в сон нереально. Я не знаю, блин, до с каких я буду спать, и когда залью это видео. Но, не знаю. Ладно, буду что-то думать. Давайте не буду вас снова задерживать своей бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-болтовнёй. Поэтому хочу вас поблагодарить ещё раз за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. И, впрочем, ребята, оставайтесь на линии. Потому что дальше будет только интересней. До новых встреч!